Повторение мать учения. Конфликт, что такое? Конфликт – это максимальный уровень рассмотрения разногласий, при котором аргументы силы, сила аргумента заменяет аргументами силы. Ну, вот это вот, вторая часть правильная. А максимальный уровень рассмотрения разногласий… Ну, максимальный уровень разногласий, это значит, все громче, громче мы кричим. Да? Ну, сначала начинаем тихо, значит, я говорю, вы неправильно говорите. А вы говорите, я правильно говорю. Я говорю, вы неправильно говорите. Я правильно говорю. Вы неправильно говорите. Это конфликт, что ли? То есть, пока вы не оглохнете, что ли, это имеется в виду? Не обязательно же кричать, это выражается. Так у вас в самом начале, у вас противоречие в самом утверждении. Вы сначала говорите, что это максимальный уровень разногласий, а потом переходите совсем к другому. Это не соответствует одно другому. Несоответствие между тем, это вообще не максимальный уровень. Какой бы уровень ни был разногласий, это разногласие. А что такое разногласие? Это спор. Я оглашу одно, вы огласите другое. Я другое, вы первое. И так далее. И так идем, идем, идем. И что это? Это спор. А зачем спор путать с конфликтом? Вы споролог или конфликтолог? Ну а что тогда вы меня подсовываете? Я с вами не могу согласиться. А я и не спрошу. Со мной вообще не надо соглашаться. Я же экзамен у вас буду принимать или зачет. Чего соглашаться? Вы выучите. Вот Ленин приехал сюда. После того, как его исключили из Казанского университета за участие в событиях революционных. Он приехал сюда. Мама просила. Мама у него дворянка была. Он сам был дворянин. 16 лет. Попросили разрешение сдать экстерном. Он взял все предметы экстерном. Он взял, но отлично, и уехал. Вы знаете, что я преподаю, а потом можете говорить все, что угодно. Нормальный будет ход. То есть вы знаете, что преподают, а кто-нибудь из вас может, что я буду на немском бежать за вами и требовать, чтобы вы не так говорили, как вы, а как я. Не буду. То есть вы должны правильно понимать, что само по себе, вот обучение, упражнение такое вот, это заучить, это выучить, вот, больше вас не сковывает. Наоборот, это вас приучает к тому, что вы, давайте вашу, я вашу любую точку зрения излагаю. И вы же сказали разногласия, я сразу усвоил и обсуждаю эту точку зрения. И вы должны тоже. Я же давал определение, вы определение не можете повторить. Это говорит о дефекции вашего восприятия пока. Не можете повторить определение. Есть другие люди, которые могут повторить. А потом вы скажете, я с этим определением не согласен, даю другое. А вы что делаете? Вы, значит, перемешиваете, и тогда получается не то и не все, и не ваше. Мое-то опубликовано в книге, которую издала кафедра. Ваша конфликтология. А ваше нигде не опубликовано пока. Я вам наоборот спрашиваю, пишите статью. Пишите, книгу пишите. Вас запрещено писать книгу? Мы пишем, не переживайте все. А вы название придумали? Все в процессе. Нет, в процессе это плохо. Вот надо придумать название, это целое. Развитие идет от целого к целому. А вы придумаете название и пишите. Вот это будет серьезно. А вы просто взяли, перепутали и все такое говорите. Нехорошо. А что такое конфликт? Убрострение противоречия, которое предполагает замену силовых аргументов на аргумент сил. Понимаете, оно предполагает, но не располагает. Зачем бы вот так его чуть-чуть? Понимаете, какая штука? Вот к определениям является такое требование строгости. Там не должно быть каких-то слов ненужных и лишних. Вот все почти у вас правильно, которое предполагает. Вот я предполагаю, что вы сейчас встанете и уйдете в буфет. Могу я предполагать? Можете. Ну и что? А вы не встанете и не уйдете в буфет. То есть надо говорить не о том, что предполагает. А вот обратите внимание, давайте еще раз. Не обязательно и записывать, но нужно вот такую цепкость иметь ума. Особенно это касается определения. Потому что когда мы определение взяли, потом там можешь о чем угодно говорить. А вы сейчас скажете, что вы так погрустнели, я чувствую, что вы тоже не скажете. Или наоборот, сейчас скажете и повеселеете. Скажу. Да. Ну конфликт это обострившаяся противоречия, обострившаяся до такой степени, который... Что? Что? Эх, как хорошо идет и затормозили. Хорошо, половину вы сделали. Давайте вы. Ну такой силы, что сила аргументов превращается. Нет, не до силы. Что за сила еще? Сила противоречия, не знаю, что это такое. Сила ума, и что говорят? Сила аргументов заменяется. Нет, что-то тут вот это на серединке сбой. Так что, тогда целиком давайте еще раз. Это? Конфликт, это обострившаяся противоречия до такой степени, что сила аргументов замещается аргументами силы. Замещается, не изменяется, замещается. Ну хорошо, можно и замещается. Это я не возражаю против такого изменения. Но вот я бы переставил в начале слова не обострившиеся противоречия, потому что получается не совсем по-русски обострившиеся противоречия до такой степени. Противоречия до степени не очень. А противоречия, обострившиеся до такой степени, все будет гладко. Противоречия, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами сил. Видели, я начал вам уже угрожать насчет, стал говорить, там ссылаться. она. Это уже, но это все равно еще это что у нас? Разногласия. У нас разногласия сегодня. Если у нас разногласия. Был конфликт у нас с вами? Нет. Нет, я же вас не бил. Вы меня ничем не кидали. А? Конфликт не обязательно выражать. Обязательно. Обязательно бить. Что такое аргументы в силу? Я не могу с вами спорить. Я с вами сейчас не могу спорить. У меня нет никакой научности. Вот. Спорить не можете, а конфликтовать можете. Я же не конфликтую. Я не конфликтую. Это дискусс. Да, это дискуссия идет у нас с вами. Это же плодотворная дискуссия. Я специально с ним договорился, чтобы у нас было веселей. А все смотрят концерт и думают, что мы враги. А мы не враги. А мы друзья. Не разлей вода. Так. Ну это, так сказать, мы вспоминать будем иногда, потому что вы конфликтологи. Но тема у нас пока не конфликтологическая, а философская. Вот сегодня мы начнем систематическое предложение курса философии. И сразу вам скажу, если вы этого не знаете, что в философии есть две партии. партия, это что значит в переводе на русский, русский язык? Партия, это же такой немножко иностранный язык, да? Паат. Это что такое? Паат. Часть. Часть. Ну вот, две части. Философы, ну а говорят так, философы делятся на две партии философские. Материалистов и идеалистов. Все философы. Но есть еще путаники, которые то тут они вот так, то тут вот так, в которых постоянная каша. Сразу хочу вам порекомендовать одну книгу, в которой это с наибольшей ясностью и резкостью изложено. У Ленина есть такая книга, написанная в годы реакции, в 1908 году, после неудачи революции или после удачи. Ну тем не менее, уже тогда, когда революция заклебнулась, первая русская революция, и тогда, значит, бывшие революционеры или революционеры нынешние, они в тоску всякую впали. А Ленин и начали думать о богостроительстве, о богоискательстве, в том числе и Луначарский, который потом был министром культуры в советском правительстве. Ну а Ленин сел, так сказать, изучать философию и не просто изучал, написал такую вот фундаментальную книгу, о том, какие бывают философии, и специально пропутанников этих философов, которые никак не могут увязать одно с другим, и у них постоянная такая каша. Поэтому это им империокритики, империоманисты, империосимволисты сейчас, таких вроде нет, но путанников очень много. И он там с такой наибольшей ясностью и резкостью, вот это деление философских школ изложений. И до него это все знали. То есть ничего такого нового в том смысле, что вот он впервые сказал, да и до этого знали, что есть идеалисты, а есть материалисты. Ну вот, а тут уже изложено, можно сказать, в очень хорошем виде для восприятия. Я лично, как студент, воспользовался этой книгой для того, чтобы быстренько сдать экзамен по философии и заняться другими делами, другие сдавать экзамены досрочно. Пришел к преподавателю и говорю, а можно сдать вам досрочно? Не ходить на занятия, не слушать лекции, ничего не делать, а вот что-то такое прочитать и вам сдать. Он говорит, ну прочитайте вот эту книгу, приходите мне сдавать. Я прочитал, сдал ему, отлично. Он со мной распрощался, и все. И у меня дырка в расписании такая. Я там другие стал предметы сдавать. Так, 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 и в июне поехал пеннировожатым в лагерь университета. Мы гуляли, купались, а тут все наши друзья сдавали экзамены. Неплохо. Сейчас так, стараются вам такое не давать. Попробуйте досрочно сдать. Легче вот, наверное, страшный конфликт. Наверное, с топором надо прийти, чтобы вам дали направление на экзамен. Или с дубиной какой, или трое подойти там как-нибудь. Я не знаю как. Не дадут. Так, в чем суть этих концепций? Это партия, потому что как-то опровергнуть чисто логически, это невозможно. Вот я, вот есть последовательный идеализм. В чем он состоит? Есть только идея. Абсолютная идея. И ничего, кроме идеи, нет. Если ничего, кроме идеи, нет, то вот вы на мною собирались спорить, да, мы с вами спорили. Но и вы идея, и я идея. Это одна идея, она раздвоилась на вас и меня. И спорит сама с собой. Понятно? Какой может быть тут конфликт? Это вот вам очень должно понравиться, потому что это вот как раз, вот тут спор идет. Один спор. Нет никакого конфликта, поскольку, ну если это одна идея, какой тут конфликт. Так вы идея, я и я, это тоже воплощение идеи. И вы идея. И это неплохо. Идея, правда же, звучит. Придете домой и скажете, я идея. А родители скажут, а я? Ну и вы идея. Как это опровергнуть? Будете вы доказывать, что я не идея? А как вы это будете доказывать? Я говорю, так это вы доказываете, что вы тоже идея. И все. Идея развивалась, 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 развивалась. Она сама внутри себя противополагает себя себе. И доразвилась до материи. Появилась материя. Дальше пошло развитие так, что материя развивается до своей высшей формы. До своей высшей формы. Развивается до своей высшей формы. А что является высшей формой развития материи? Форма. Кто? Форма. Форма? Да нет, это вы являетесь высшей формой развития. Человек. Человек – высшая форма развития материи. И вот люди приходят, когда надо. Вот когда идет уже высшая форма развития материи, они приходят. А эту мелочь всякую слушать там до этого и не надо. Нормально совершенно. Вот некоторые думают, что я буду ее вот ругать, что она опоздала. Это не философская точка зрения. Вот вам легко было прийти, а она боролась, чтобы сюда прийти. У нее были обстоятельства, которые не позволяли вам прийти. Она их преодолела и пришла. И вот когда человек боролся и пришел, вдруг на него набрасываются и говорят, вы почему так поздно пришли? Ну это я не знаю, как так можно? А еще если люди не пришли в тяжелых условиях на хозяйстве, ну не смогли проснуться. В тяжелой борьбе так и остались. Ну бывает же такое. Так тяжело. Как у нас стих есть студенческий какой? Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Ну вот. Ну борются люди, поборолись. И так, значит, и вот эта материя в виде человека, в вашей, в виде вашего, 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 познает самое себя. То есть что? Материю. В том числе и высшую форму. То есть и человека познает. Познает все, весь мир материальный. А тем самым и абсолютную идею. И раз через познание материи человек, то есть высшая форма развития материи, а она же высшая форма развития идеи, приходит сама к себе, то есть познает саму себя, то, значит, абсолютная идея пришла к самой себе. Все. Отличная, отличная философская позиция, идеалистическая. Опровергнуть все вот. Ну попробуйте опровергнуть. Как вы будете опровергать? Все ваши аргументы, это аргументы самой же этой идеи. Правильно? И все. Потому что вы есть в воплощении этой идеи. Так вы и говорите, как идея, и как собираетесь меня опровергать. Все. Есть, поэтому и говорят, что надо занять позицию философскую. Занять позицию. А вовсе доказать это не. То есть доказывать можно так это делать, что вот стихийно все естествоиспытатели, все ученые, основная масса, так сказать, говорят, ну с Божьей помощью мы открытие сделали. Ну это с Божьей помощью. А делают они открытие как материалисты. То есть они предполагают стихийно, что все есть материя. И надо ее изучать. И человек, высшая форма развития материи. Вот он ее изучает. И благодаря этому, если изучать, изучать материю. А кто изучает материю? Тоже материю. Вы же материя или нет? Вы материальны? Материальны. Высшая форма. Приятно слышать. Правда? Что вы не низшая какая-нибудь форма. Не тараканы и не червяки. Хотя червяков, там знаете, какая пирамида выстраивается? Больше всего на земле вот этих червей, мелких всяких, мелких животных. Потом их, знаете, едят, клюют. Потом птицы их едят. Там рыбы их съедают. И так далее. Потом все выше, выше, выше. И вот, наконец, уже медведи, которые едят других. И люди, которые могут поймать и белого медведя, самого крупного. И самые крупные. И тигров могут отловить. И потом их несут на палки. В том числе и уссурийских. Что хочет. И вот, так сказать, наконец, наверху этой пирамиды находится человек, который познает мир, тем самым себя. И не только познает. Он что делает с миром? Преобразовывает. Поэтому задача наша не в том, чтобы что-то там сформулировать, а еще и конфликтовать. А задача в том, чтобы сформулировать идею. Идею, уже мы формулируем идею. И эту идею осуществлять. А вот вы хотели со мной поспорить, и поспорьте. Идея, что такое? Как бы вы определили? Если он не то скажет, это так мы договорились, чтобы у нас был спор. Идея, это что? Вот потолок белый, это идея? Ну, раз все идея. А? Раз, если все идея, то вот. Не, не все идея. Уже мы материалисты с вами. Уже перескочили. Что такое означает вообще? Великое мысленное представление. Идея. Представление. Вот я представляю, что вы крокодил. Это идея. А вы представляете, что я жаба. Еще и драки нет, но это представление. Ну, где тут идея? Это? Нет, нет. А кто скажет, что такое идея? Слышали слово такое? Я не сумею. Какое предназначение? А? Какое предназначение. То есть вы предназначены стать конфликтологом. Это идея? Нет. Нет, это не идея. Вот вы, наверное, вот как, не да, вот уже как раз пришли. У вас, так сказать, свежий как раз взгляд. Идея что такое? Идея – это образ чего-либо возникает в голове у человека. Как реакция на какие-то события может быть в жизни. То есть я вот вы пришли, я на вас посмотрел, у меня сразу идея, какая-то реакция пошла. И начал я говорить про вас. Это идея. Вы видели, что я опоздала. Ну, еще и реакция у меня была. И какая тут идея-то? Никакой идеи нет. Опоздали, опоздали, опоздали. С кем не бывает. А кто-нибудь есть, кто не опаздывал? Я, например, руку не могу поднять. Что, не бывает, что ли, такого? Возьму ты, возьму ты, автобус, сломается и все, и что дальше? У меня есть какие-то средства, чтобы не опаздывать? Я за два часа выхожу, пешком дохожу за 2.20, если пешком иду. В хорошую погоду. Вот если я пешком иду, это гарантия, что я не опоздал. А если я сяду на какой-нибудь транспорт, это не гарантия. Но это тоже не идея. А в чем идея? Что такое идея? Продукт мышления. Продукт мышления. Такое можно-то напродуктировать, такое можно напридумывать. Вы сейчас скажете, что я таракан. Это продукт вашего мышления. И что я скажу? А вы скажете, это продукт моего мышления. И что мне делать? Как мне с ней спорить? Никак. А вы хотели какой-то продукт? У вас, вам продукт. То есть это не тоже общее выражение, но суть чего-либо. Мы про потолок говорили. То есть идея потолка, идея стула, идея пути. То есть до бесконечности, но каждый раз такие вещи, они будут меняться. Это не идея. Это просто понятие стула, понятие потолка. Не путайте в общее понятие чего-либо. Их много, и категории много. А идея, можно я скажу тогда? А то вы скажете, что вы же преподаватель, чего вы нас тут мучаете? Начнется, чтобы не было тут конфликта у нас. Идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Вот таких мыслей мало. Это вот вы что-то такое вот начали, где-то вот рядом ходили, но не дошли. То есть можно говорить часами, а идей может быть совсем мало, потому что никаких идей может там и не быть в этом разговоре. А идея – вот что нам надо сделать? Ну вот если вам надо освоить философию, это идея, правильно? Освоить конфликтологию – это идея. Там запомнить определение точно. Определения должны быть точными. Не такими, там, низенько-близенько, а точные. Тоже идея. Но все равно идей не так много. Даже если у вас такая элементарная идея, вот как раз после этой лекции пойти и покушать как раз будет час, и отдохнуть от знаний. И после этого опять прийти. Это идея. Почему, говорит, абсолютно идеализм? Потому что идея сама все творит, и все, так сказать, в лоне этой идеи и сохраняется. Ну а материализм чем отличается? Он как-то вот если по форме брать, ну смотрите, тут в начале идея, она приходит к самой себе. А материализм он рациональнее. Он начинает с материи, и материя приходит. Вы в качестве высшей формы движения материи познаете мир, и тем самым материя приходит сама к себе. Вот в науке это называется рациональность. А вот это начало и конец в виде идеи вообще не нужны. И ни для чего ничего не дают. Ни для науки, ни для чего. Поэтому можно их просто сравнить с точки зрения того, что мы ничего не потеряем, если будем материалистами. А все на практике, все люди материалисты. А только вот, так сказать, можно придумать там. Идея – это очищенный Бог. Что такое Бог? Бог – творец. А Бог – это и есть некая идея. И вот Гегель, который разбирает определение Бога, но он научно разбирает, говорит, это неудачное определение. Вот такое есть определение. Бог – это совокупность всех реальностей. Вот такое хорошее, да? Он доказывает, что всякая реальность есть отрицание. Что-то оно отрицает. Тогда получается, что Бог – это совокупность всех отрицаний. И тогда дальше Гегель, как человек, который был профессором Берлинского университета, ставит точку, чтобы дальше его не обвиняли, что он, как он изобразил Бога. А совокупность всех отрицаний – это что? Вот это он уже не говорит. Это должны додумать. Вот это вот вам хорошо. Вы вся в черном такая. Вот что такое вот? И вы в черном. Вот и вы должны это решить. Что такое совокупность всех отрицаний? Ну, как вы думаете, да? Ну, вы же еще не изучали, поэтому то, что вам в голову приходит. Я же не могу с вас требовать. Тем более, я вас не предупреждал и не задавал. Так что, ну, что бы вы сказали? Совокупность всех отрицаний. Вот как вы себе представляете существо, которое является совокупностью всех отрицаний? Дьявол. Да. Молодец. Дьявол, да. Поэтому Гегель до этого доходит, говорит, Ну, вот видите, вы же додумались, и другие додумаются. Что если вы будете считать Бога совокупностью всех реальностей, поскольку всякая реальность, она какое-то отрицание, тогда Бог у вас получается совокупность всех отрицаний. И рассыпается. То есть Гегель довел идеализм до такой степени, а честь уже и Бог туда никак не попадает, потому что, ну, есть абсолютная идея, она. Ну, считайте, что она Бог, если уж так вам хочется. А все другие определения Бога. То есть он, как про его ангелизм, говорил, что это вот Гегель – враг религии. То есть религия ведь ничего не доказывает. В науке. Вот вы за догматизмом в науке? Нет. Нет. А если это религия, там что? Догматы. Если вы отступите, вы еретичка. Что с еретиками делать на экзамене? Сжигать, предлагаю. Нам не дают. Ну, тогда оценки как-то мы… Так. Ну, есть еще одно ответвление – идеализм. Очень хорошее, вам понравится. Называется субъективный идеализм. Такой был епископ Беркли. Он его разработал в чистоте, полной чистоте изложения. И опровергнуть тоже его невозможно. Вот я буду изображать субъективный идеализм, а вы можете так же потом к себе это применить. То есть вот я утверждаю, что есть только я, и больше никого нет. И вы можете так же говорить. Ну, я про себя буду говорить. Есть только я. Почему? Потому что все, что приходит ко мне в голову, проходит через мои органы чувств. Вот я вас вижу раз, слышу два, а если я подойду, то не устраивает меня другому вдруг, я не то вижу, не то слышу, я потрогаю, значит, еще и осязание у меня. Короче говоря, все вот, все, что идет в мою голову, проходит через мои органы чувств. Поэтому можно считать, что у вас никого нет, и ничего другого нет, кроме моих ощущений, есть только я и мои ощущения. А вы как бы, ну, во сне вот я вот, вы мне приснились, что вы опознаете сегодня, и все. И я, так сказать, так вот с этим и хожу. Попробуйте меня проверить. Вы начнете что-то мне доказывать, вот вы особенно хотели тут со мной спорить, спорьте, а я, если субъективный идеалист. И вы в этом споре, кто вы? Только мое ощущение. Вас нет. Есть только я. Да спорьте сколько хотите. Я занял позицию субъективного идеализма, вы начнете меня опровергать, так ваши опровержения идут тоже через мои органы чувств, через уши, глаза и так далее. И если я считаю, что есть только я, то это логически, вы никак не можете опровергнуть. Правильно? Ну и все. Но из-за своей экзотечности, когда ее довели, так сказать, до своей чистоты до полной, то особенно много у нее примерженцев нету субъективного идеализма. Но сбиваются люди иногда вот на эту почву, просто потому что, а я так считаю. Но если я так считаю, вообще уже наука не нужна. Правильно? Если я так считаю. Потом если вы скажете, я так считаю, скажут, ну вы студент. А я скажу, а я так считаю, потому что я профессор. А что, что-нибудь доказал? Если я просто считаю, то я ничего научного не сделал. Правильно? То есть если я хочу выступать как профессор, доктор наук, я должен что-то доказывать, публиковать научные труды, они подлежат еще научному обсуждению, а не просто так. А если я скажу, это мое мнение, то вообще, что вы там будете говорить, ничего вообще не означает. Правильно? И наоборот. Вы что будете говорить? Это мое мнение. Вот если вы скажете, это просто мое мнение, как я могу с этим спорить? Да, это ваше мнение, и все, и спора тут не может быть. То есть все люди, которые начинают говорить, это мое мнение, а встают на точку зрения чего? Субъективного идеализма, ну на время. Вот и все. Потому что мнение у меня может быть какое угодно. Вот у вас сейчас какой-то третий этаж, а у меня мнение, что это второй. Вот спорьте со мной. Как вы будете спорить? А вы говорите, я знаю, так это у вас знание, а у меня мнение. Зачем мне проверять? Мнение проверять не надо. Вот я вот скажу, что у меня мнение, что вы бегемот. И у вас уже такая одежда, так уже что-то такое. Ну еще бы надо потемнее и немножко коричневого цвета прибавить. И все. А это мы вас накормим. Вы приносите, пожалуйста, пирожки и все ему сдавайте. То есть для мнения не надо никаких доказательств. Хотя сейчас, вот если вы возьмете широко распространенные, так сказать, всякие дискуссии, обсуждения, и говорят, мое мнение такое. А ваше мнение? А у вас особое мнение? У меня особое мнение, что до Луны пять километров. Вам нравится мое мнение? Не нравится? Ну шесть тогда. Иду вам на встречу. А у вас какое мнение? Сколько до Луны километров? Не знаю. А вы вообще не скажете, какое у вас мнение, да? А мы уже на Луне. А? Мы уже на Луне. Вот это хорошо, что вы на Луне. Приятно иметь дело с лунатиками. Так. То есть наша печальная судьба с вами, что мы должны знанием наполнить свою голову, овладеть знанием. Это уже не мнение, правильно? Это совсем другое. Знание предполагает, что мы постигаем истину. А истина что такое? Кто скажет? Ну вот Христос очень просто говорит. Истина, истина вам говорю. И дальше говорит то, что хочет. Уже он ничего не должен доказывать. А вы должны доказывать. Истина это что? Объективная идея, я не знаю. Что значит объективная идея? Объективная идея. Ничего себе, у вас идея объективная, это объективный идеализм. У нас вообще идеи все субъективные. Кто-то высказывает эту идею, правильно? Они субъективны по форме и объективны могут быть по содержанию, правильно? То есть отражают этот мир и так далее. А объективная идея только у объективного идеализма. Вы на позициях идеализма. Извините, пожалуйста. Ничего не могу сделать. Чего? Истина – это что? Знание о предмете, соответствующий своему предмету. Да, хорошо. Да, если понятие предмета соответствует этому предмету, это истина, а если не соответствует, то это неистинное, ложное. Это вот одно определение истины, Самое древнее такое было у Аристотеля, а вот Гегель уже наставил на другом понимании истины, что кроме этого, после того, как вы истинное знание получили, у вас есть понятие о предмете, которое соответствует предмету, вы потом хотите его преобразовать. И тогда у вас в голове есть некая идея, что сделать в соответствии. Вы понимаете, как его переделать, приспособить для своих потребностей, целей и так далее. Тогда у вас обратная задача – добиться соответствия предмета, понятия о нем. Еще вот понятие вы построили в своей голове. Вы как идеалисты здесь выступаете, у вас идеи только есть. Вот этот дом, прежде чем он был построен, он был сначала в голове у архитектора, правильно? Потом на бумаге у архитектора. Потом пришли люди с кирпичами там совсем и начали. И смотрели они все на эту бумагу, чтобы привести в соответствии с идеей. И то же самое касается не только этого здания, а вообще всех зданий, правильно там скажем? Если это Исаакиевский собор. Говорят, вот Монферран построил. Наверное, ему трудно было одному строить, правда? Особенно колонны поднимать вот одному. Монферрану. Особенно Александриевскую. А Александриевскую колонну было, представляете, ставить, как тяжело было тому, кто придумывал эту Александриевскую колонну. Ну, правда, ему помогали разные люди. Но говорят, обычно вот построено. Допустим, если мы сейчас начнем что-то строить, потом вас скажут, Михаил Васильевич Попов построил вот это, а вас всех в сторону. Дескать, у вас же знание есть, а звания нет. Все. А раз у вас звания нет, то и до свидания. Так пока складывалось в истории. Хотя на самом деле мы знаем, сколько народу строил этот Петербург. Все безымянные теперь. А у них есть же фамилии. Сейчас, если человек умрет, то обязательно хоть напишут, что кто. А если человек что-то сделал, ну вот, назовут архитектора или инженера, который мост строил, и все на этом. Это некий пережиток того периода, когда работники не вполне считались людьми. Рабы считались людьми? Ну, как нет, когда говорят, что водопровод построенный рабами Рима. Наоборот, смотрите, как построили рабами. Не рабовладельцами Рима построили, а рабами. То есть иногда проскальзывает это. Но вы правильно сказали, что вообще они считались просто говорящими орудиями. А если студенты, допустим, это говорящие орудия, зачем фамилию вашу знать? Не надо знать. Но нас приучают, что вот вы придете, ведомость будет, обязательно фамилии, имя, отчество. И вообще вы граждане, что надо, так сказать, вот драться нельзя со студентами там и прочее там. Вас не накажут, меня накажут. Я самый обездоленный. Скажут студенты, они еще ничего не знают, а вам-то, а вы-то кто такой? Кого надо наказывать строгие, вас или меня строжие в случае драки? Ну что вы такой за преподаватель, что вы ученили драку? Ну студенты, ну студенты, ну что с них возьмешь? А вы-то? И позор просто, ужас. А вы уже хотели тут вот... Нет, ну просто еще место драки. А вы драки не хотели? У вас драки даже не предполагали? Это я хотел с вами драться. А вы только хотели обострить это обсуждение, а я начал с вами драться. Уже хватался дважды. Если в УЗИ туда... Да, в общем, надо со мной что-то решать. Ну, пока нас не поймали, продолжаем. Хорошо. Так. Ну вот мы с вами знаем три, собственно говоря, философских направления. Значит, два идеалистических и одно материалистическое. Поскольку я стою на материалистической позиции, а это ваше дело, как вы хотите, можете стоять на позициях субъективного идеализма, и что вы меня видите, ну не в гробу, а во сне, как говорится. Простите, вы на счете сказали, что вы на позиции идеализма стоите? Что-что? Что вы стоите на позициях идеализма. Нет, я сейчас стою на позициях материализма уже. Ну я немножко постоял на позициях идеализма, а теперь вернулся на позиции материализма. Ну я, если могу, я могу так постоять, так постоять, так постоять. А вы вот каждый человек должен выбрать позицию, если он последовательный человек. Ну, а путанник, он все время скачет туда-сюда. Вы меня и так уже обвинили в том, что я то такой, то такой. Вот я уже начал путаться. А вы говорите, так вы встанете куда-нибудь и нас не путаете. Так вот я встаю на позицию материализма, что есть только материя, и ничего больше нет. А что такое материя, вы спросите? А вот то, что есть, есть материя. То единое, что есть, называется материей. То единое, что есть, называется материей. И ничего, кроме материи, нет. Так, ну, раз это то единое, что есть, а есть от слова быть, да? Можно сказать, можно вместо материи употреблять слово бытие. Бытие. И вот идеалисты говорят, что идея первична, а материя вторична. А материалисты что говорят? Материя первична, а идея вторична, производна. И вот по этому критерию они разделяются на материалистов и идеалистов. Материя имеет много уровней и отличаются эти уровни по сложности строения. Каждый более высокий уровень включает в себя все предыдущие формы материи. А поскольку материя находится в постоянном движении, не бывает покоя. Или бывает покой? Ну, иногда даже поэты говорят, покой нам только снится. Что такое покой? Вот вы сейчас в покое или не в покое? Нет, он сейчас головой помахал, видно сразу, что не в покое. А если бы не махал, так дышит, еще дышит студент. А если дышит, значит, он же вдыхает, выдыхает опять. А если бы даже он не дышал, можно видеть, можно задержать дыхание? Только у него кровь все равно, сердце работает. Сердце можете остановить, нет? Вы не йог? Йоги остановить, но тоже ненадолго. Ну, как вот сделать? А потом там идет химическая реакция. Вы завтракали сегодня? Да. Ну, так там идет... Ну, ваша соляная кислота есть в желудке, я знаю, и вы знаете. Ну, то есть это все попытки остановить невозможно. А вы знаете энцефалограмму делают? Что делают? Замеряют помощь энцефалограмму. Что замеряют? А? Токи у вас в голове там бродят, вообще-то замеряют. Электричество у вас есть? Есть. Так вы, может, физический объект? Химический мы уже обнаружили. Физический. А рукой можете помахать? Значит, вы механический объект. И вот, получается, разные уровни материи в одном. Потом, когда от нас останется скелет, останется механический объект. Так вот такие будут висеть, знаете, кости. И толкнуть он будет так, болтаться. А сейчас у нас много чего. Вот в связи с этим вопросом. Наверное, вы его читали или слышали, потому что это вот сейчас наука, даже лженаука проникает везде. Особенно лженаука. Вот человек. Это как? Вот как вы относитесь к такой фразе, что человек биосоциальное существо? Вы тоже биосоциальное существо? Основа, в моем случае, биологическое. Ну. Так вы как назвали бы себя? Как сейчас спрашивают? Как вы себя позиционируете? Идея. А? Как идея. Вы как идея. То есть вы не биосоциальное существо. Вы просто кусок идеи, да? Или идея, воплощенная в вас. Хорошо. Вот сама эта точка зрения, что человек биосоциальное существо, она разумна эта идея или она не вполне разумна? Я полагаю разумно. А? Я полагаю разумно. Вы полагаете, что разумно. Так, значит, если это... Я сейчас буду тихо вас критиковать. И так его злобно не буду как его, потому что у нас с ним там свои отношения, вас злобит. Вы и дальше сидите, все равно не дотянусь. Значит, биосоциальное существо. Значит, так вы биологическое существо и социальное одновременно? А социальное разве не включает в себя био, биологическое? Что, бывает социальное и не биологическое? Допустим, социальные явления могут же быть не биологические. Не могут. То есть они социальные, не могут. Но социальное это связано с людьми или нет? Социальное это слово чего? Социальное. Социальное это общество. Просто вы, может быть, забыли или не знаете, что такое общество? Кто поможет? Что такое общество? Кто-нибудь знает? Люди и их отношения. Ну вот, люди вместе с их отношениями. Люди, слышите, люди тут есть? Значит, био тут есть? А что вы волнуетесь за био? Все в порядке. Если сказать просто, что вы социальное существо, био тут присутствует уже? Включено? Да. Ну все включено. Все хорошо. Ну кроме еще с таким же успехом, как биосоциальное, можно сказать, что поскольку, вот мы уже определили, что у него еще и химические есть реакции. Химико-био, он химико-био-социальное существо. Правильно? А еще, поскольку электричество, так сказать, иногда у него там проскакивает, физико-химико-био-социальное существо. А про механику я тоже говорил, да? Да, механические движения. Вот они, на лицо. Вот он сейчас вот рукой, видите, взял так. Это механическое движение. Значит, если вас спросят, кто вы, я скажу, я механико-физико-химико-био-социальное существо. А вы кто такой? А у человека просто, как это услышит, отпадет. И не надо никаких конфликтов. Он сразу умрет, скажет, или это совсем умные люди, или совсем дураки. В общем, во всяком случае, он будет в замешательстве. Как-то мы со своим коллегой, профессором Казеновым, пошли на съезд Петровской академии науко-искусства. Он действительно член Петровской академии науко-искусства, и я. И вот пошли мы на Каменный остров, приходим в гостиницу, где заседание смотрим. Там матрешки продают. Путин Владимир Владимирович. Хорошо, открываешь. А там кто? Ельцин. А там кто? Горбачев. Открываешь. Хрущев. Открываешь Сталин. Еще открываешь. Маленький-маленький Ленин. Вот такая матрешка. Если я сказал матрешка, значит, там все же есть. Если я сказал, что человек – социальное существо. Этим же все сказано. Если вы взяли такое высокое слово, социальное, и тем более, что, ну, в отличие от многих, потому что иногда люди скажут и не понимают, что сказали. А вы сразу сказали, сразу ответили на вопрос о том, что социальное – это, значит, люди вместе с их отношениями. И люди тут есть. То есть и так далее. И про людей там понятно все. Все про них мы скажем. Поэтому никакой нужды, если человек есть некая матрешка, как высшая форма развития материи. Она включает же все более низкие. Вы когда-нибудь курицу ели, нет? Или курица у вас ела? Она плюнуть только может. Я ел. Ел, ели курицу. Так она у вас включена. Включена. А рыбу вам не жалко? Вот рыба, понимаете, у нее глаза, у нее, хвостик. Не гораздо, не жалко, видите? А почему они жалко? Потому что вы свой создаете белок. Съели рыбу, он переработан этот белок. А вот вы можете создавать белок из воздуха, воды и минеральных веществ под влиянием солнца? Я был бы очень рад, если бы мог. Ну вот вы не можете. Поэтому с дубом вам не сравнится. Ну да. Вот. Но вы морковку-то едите? Конечно. Морковка тоже вот она может создавать. Она же создает белок? Как раз. А вы раз съели этот белок? Поэтому те товарищи, которые говорят, мы вегетарианцы, только уничтожаем только те биологические объекты, которые могут создавать из воздуха и минеральных веществ, эти самые белок. А вам морковку не жалко? У нее знаете, сколько деточек могло быть морковочек-то? Ну да, они взялись, ели. Это у чужих людей один-два человека, три человека, детей. А вы там, знаете, семена морковки. А вы хрум-хрум, и все. Ну это злодеи тогда. Тогда уж если вы вегетарианцы, давайте тогда еще дальше идите. Вот грибов не жалко. Почему? Потому что они, с одной стороны, как бы животные, потому что они ничего, белки не вырабатывают. Где они? Им солнца вообще не надо. Вот это какие-нибудь туннели берут, заброшенные туда, пилку накидали, мицелий. Потом раз холод они. Раз, как и эти самые грибы. Раз их в магазин, и продают вам. Это наши, как бы, друзья с вами. Только у вас, так сказать, шляпы две ноги, а у них шляпы одна нога. Потому что они, как люди, то есть они не могут создать никаких белков. Только перерабатывают более низкие белки, более высокие. И настолько высокие, что по составу белок грибной, он такой же, как мясо почти. Это все знают. Правильно? Так вот, грибы, это что? Может, это животные? Или это растения? Кто это? Как бы вы сказали? Кто это такие? Отдельный класс живут в родах. Отдельный класс живут в родах. Как только вы что-то не знаете, вы сразу раз его в отдельный класс. Понятно? Удобно. Удобно, конечно. Я не спорю, но я просто понял ваш прием. Я так всегда буду делать, если я не знаю, куда отнести. Меня спросят, спрашивают, что такое там? А рыба, говорю, это отдельный класс живут в природе. А может, это подкласс. А может, вид. А может, подвид. Там же, знаете, там уже в биологии столько настроились. Сунешься туда, и будешь, так сказать, тебя побьют биологи. Но они меня побьют за то, что не сказала царство живут в природе. Но грибы растут или не растут? Вроде как они тогда растения. То есть грибы тоже растут, но они же не растения. А тогда надо уточнить, а какие элементы растений вырабатывают белки? Где? Это вы в школе изучали. Могу я от вас потребовать, как от людей, которые сдали аттестаты, так сказать, сюда, чтобы вы знали, как в каких элементах растений вырабатывается белок? Могу я потребовать? Или тоже сказать, а у меня мнение другое, что белок вырабатывает только я, а другим даю. Да кто, где, как вырабатываются белки-то? Ну, растения что, вот все, в корнях, что ли, вырабатываются? А где? В коре. А где? Фотосинтез у растений происходит. Фотосинтез. О, видите, вот, видите, человек идет правильной дорогой. Где этот фотосинтез происходит? Хлорофиловый. Во-во-во-во. Молодец. Ну, все уже, он все. В хлорофиловых зернах, да? Ну, вот. Это, значит, где? Вот там вырабатывается. Это идет фотосинтез белка. А есть у грибов? Нету. Значит, что такое? Что такое грибы? Это бесхлорофиловые растения. То есть растут, все, все хорошо, но не могут вырабатывать белки. В этом смысле они хуже всех растений. А с точки зрения приготовления пищи, они лучше всех растений. Потому что там белок самый высокий. А если я не знаю, вот, отнести что-то, похож на вас и на меня, где-то частично на вас, а частично на меня, куда вы отнести этот объект? Есть философия, я забегаю вперед, раз уж мы тут затронули, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Что это такое? Диалектика? Это все диалектика, конечно, диалектика. Но это вы так взяли и так шапкой накрыли, общей шапкой, это все диалектика. И ничего не сказали. Одна и та же определенность, Которая соединяет и разделяет два нечто Это как называется? Привожу пример Сейчас у нас что? Сейчас у нас лекции, которые я читаю Лекция нас соединяет с вами? Вы же слушаете, я ее читаю Она нас соединяет Но вы же слушатели, а я лектор Значит, она нас разделяет? Согласны? Согласны Первое, мы утверждение сделали, что лекция нас разделяет И тем более я вам угрожал, да что там уже? Угрожал? Ну, значит, она нас разделяет Дескать, вы студенты, а я вон кто А вы скажете, так вы скоро умрете, а я еще буду жить Так что это не надо, хвастаться А я вам скажу, так это вы тоже не хвастайтесь Потому что еще никто из этой жизни не вышел живым Ну и будем мы с вами, как вы обещали-то, выходить на этот уровень Так, значит, это лекция нас разделяет Потому что вы слушаете, видите, я даже стою, а вы сидите Потому что вы важные такие, а я вот стою без уважения к вам А вы еще хотели со мной драться там, куда-то там, конфликта вступать Я вас уважительно к вам отношусь Не, могу сесть, никто не запрещает Я и лечь могу, но как-то это не принято Так, теперь представимся, я сейчас вот открою дверь и уйду Значит, лекция нас не только разделяет, но еще и соединяет Потому что если я отсюда уйду, то лекции не будет Это я угрожаю А вы можете, у вас же староста есть, да? Вы сейчас призовете всех и скажете Ну, так, товарищи, выходим, надоело это все слушать И раз, и ушли Лекция будет? Будет, и я буду записывать Потом мы сделаем вид, что все было Но вообще-то не будет, конечно Это уже будет не лекция, это будет индивидуальная запись, правильно? То есть, лекция нас, вывод второй, противоположный, соединяет То есть, лекция нас разделяет и лекция нас соединяет И вот то, что вас соединяет и разделяет, это что? Граница Это не только к лекции относится Это к чему угодно может относиться Вот смотрите, я уж, раз уж вы тут на первой партии Извините, что я до вас дотронусь Можно дотронуться? Бить, драться не буду Вот видите, я тут его отталкиваю Значит, вот это вот место нас соединяет и разделяет Потому что тут вот вон он, тут я Она нас соединяет, соединяет Ты же притронулся Это вот я, а это он Значит, они соединяют и разделяют Вот это определение границы Границы, граница Это одна и та же определенность Которая соединяет и разделяет два нечто Граница Это одна и та же определенность Которая соединяет и разделяет два нечто Вот это философское, идеалектическое определение границы Замечательное такое Ну, в обыденной жизни люди этого не усваивают и не употребляют Допустим, вот граница обычная, там, территориальная между государствами Если хорошее отношение, говорит, это у нас граница дружбы Потом раз, раз и начинают стрелять друг в друга Конфликт Тогда, говорит, это у нас граница вражды Так она и соединяет, и разделяет Нейтральная полоса кому принадлежит? Знаете, там пропашут И между двумя государствами есть нейтральная полоса Она их соединяет, эти государства? Соединяет Это же и тем, и тем принадлежит Она их разделяет? Разделяет Она ни тем, ни тем не принадлежит И одновременно То есть это вот общее определение границы Которые 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 мы можем пользоваться всегда Одна и та же определенность Которая соединяет и разделяет два нечто Но уж поскольку мы заговорили о границе И вы тут уже угрожали, что хотите дойти до предела Чуть ли не нашего, в конфликте Что такое предел? Кто-нибудь скажет? Не в математике В математике, я думаю, вы не скажете Но кто хочет математическим пределам сказать Тоже, я не возражаю Пожалуйста, скажите, кто хочет Не хотите? Тогда просто предел философский Что такое предел? Вы до предела дошли? Думаю, нет, но пределы Может быть максимальное приближение Максимальное приближение Максимальное приближение, да? Вы слышали такое понятие асимптота? Слышу Да Вот она так вот идет Вот, допустим, прямая, да? А вот асимптота все ближе, ближе И никогда к ней Это вот, значит, вот эта вот прямая Которая идет асимптота По вашему пределу, да? А может так быть, что вот это вот Вот есть одна линия А вторая линия на один сантиметр больше И между вот этой вот Этим плутой Вот такое расстояние Оно всегда единица Даже там Больше единицы Сколько бы она не приближалась Правильно? Но она же все равно приближается Приближается Но она приближается А расстояние вот такое там Хотите, вот такое будет Какой же это предел? Это предел, что ли, по-вашему? Неправильное определение предела Что такое предел? Вот вы дошли до предела Это что значит? Дальше ничего нет Вы сидели, готовились Или думали И дошли до предела Что это значит? Дальше уже никак Дальше никак А что, дальше все, конец? Смерть? То есть до смерти Все довели Студенты Будете готовиться к зачету Только не доводитесь до смерти Да, меня обвинят Вас они обвинят Вас обвинят в самоубийстве А меня в убийстве Можно выйти за пределы Эти аудитории? Можно, конечно Видите, человек доказывает Что можно за пределы выйти А вы утверждали Что за пределы выйти нельзя Эх вы А он вот понял Что можно выйти за предел Вывод Который мы Из этого выхода Я тоже с ним договорился У нас все тут договорено У нас со всеми И с вами, и с вами все договорено Значит Что такое предел? Это граница Которая переступает Или переходит Это вопреки представлению О том, что все к ней приближается Вот именно Вот вы вышли за предел Вот если вы не знали Вот сегодня мы уже Несколько раз выходили за предел Вот вы вышли за предел Там того, что вы там думали Про того, что такое конфликт Мы вышли за предел Вы перешли через эту границу Потом вы думали Что человек биосоциальное существо Вышли за этот предел? Вышли Так Мы начали Начинали Спрашивали про то Что такое Что такое истина Если кто-то не знал То теперь он знает Вышел за предел? Вышел А люди, которые не выходят За свой предел Как их называют? Это ограниченные люди Ограниченные А студенты-то кто такие? Они все время Занимаются То есть изучают По статусу По положению Вы студенты То есть вы все время Выходите за свой предел Все время больше знаете Вот вы знали Вот и все А теперь еще больше Теперь еще больше А я А вы как хотите А вы хотите Новый научный Результат Да? Поэтому Преподаватели Если они В нашей системе Российской Где предполагается Что преподаватели Обязательно Должны быть ученым Если это не школа И не тех Если это вуз Он обязательно Должен быть ученым То есть он должен Выходить за свой предел В смысле знаний И это требование Обязательно От вас потребует От нас А сколько у вас Научных работ А сколько у вас В Ринце Какой у вас Индекс Хирша Ну это внешние Такие признаки Потому что Я думаю Что никакого Индекса Хиршева У Ньютона Не было И в Ринце Эйнштейн Никаких работ Не имел И индекс Цитировости Его никого Не волновало Из тех Кто делал Великие открытия Правильно? Ну это формальные Совершенно моменты Но они отражают Вот Значит предел Это граница Которая переходит Привожу пример Вот все видят Что Вот между этим столом И этим столом Вот тут Есть некая граница Которая их соединяет И разделяет Да? И вот летит самолет Это самолет Не обязательно крылья иметь Ну хорошо Ракета будет Ракета Которая Крылья не нужны Вот она летит И вот пока она Не дошла до этой границы Это для нее Ведь не предел Правда? А когда перелетела Через границу Она тоже для нее Не предел Следовательно Когда Эта граница Является Для этой ракеты Пределом Когда она Ее пересекает Совершенно правильно То есть тут Никуда не денешься То есть пока Не долетела Это не предел Когда перелетела Это тоже не предел Значит выход Какой? Что она пределом Может называться Только тогда Когда ее Переступают Студент Это такой человек Который постоянно Выходит За свой предел Если он пополняет Знания Если он не пополняет Он скоро уже поймут Что он не студент И его выгонят Из студентов Раз он не выходит За свой предел А он доказывает Что у меня Я дошел до предела И давайте Все Собирайте манатки И мы вас Отчисляем Если вы дошли До своего предела А надо выходить До своего предела Постоянно он выходит А что Вы перестанете быть студентами И не будете выходить До своего предела Развиваться Собираетесь дальше Какое-то развитие Если вы не выходите За свой предел Вот пример Из спорта Кто такие рекордсмены Рекордсмены мира Это те Которые повышают рекорд По сравнению с тем Что вообще Кто-то бы то ни было Достиг на земле Правильно Вот скажем Елена Есенбаева 28 мировых рекордов Приходили люди Такие же спортсменки Как она Но менее Успешные Посмотреть Как она будет Очередной рекорд ставить Они попрыгали И поняли Что дальше она уже повышает И они сидят и смотрят Чем дело закончится Она Берет Очередную высоту Рекорд А что такое рекорд Она вышла за свой Предел И пока она выходит За свой предел Она рекордсменка А если она не может Выходить за свой предел Она уже не рекордсменка Другие есть Сменяют рекорд Меняют рекорд А если вы не выходите За свой предел Вы ограниченный человек Кто хочет быть Ограниченным человеком Нету А некоторые люди Такие Которые не изучали Диалектику И даже Если Может быть Они не изучали Но не подумали На эту тему Они так важно Говорят У нас был такой Сердюков На кафедре Владимир Андреевич У него была такая Трость хорошая Очки Старший Наш сотрудник Он говорил Я профессионал Как студент Делать то Что умеете Нет Ну это понятно Учиться 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 Мы должны расшифровывать Вы как студент Что должны делать Только то что умеете Вот И все время должны делать То что не умеете И Учиться делать То что вы не умеете Потом этот круг Того что вы умеете Все время расширяется И вы постоянно Выходите за свой предел Наши журналисты Вот я у них преподаю Вот некоторых журналистов Я охвачу сегодня вечером В том плане Что я им расскажу Что такое предел А то они часто повторяют За этими За бандитами Которые говорят Ну это беспредел Слово беспредел Появилось не из философии А это жаргон бандитский Беспредел у нас Творится беспредел Выход за предел Это хорошее дело Что такое беспредел Непонятно Такого нет вообще-то В русском языке Ну вот это жаргон Так Ну вот мы с вами Во-первых Усвоили Что такое материализм Что такое материя Что есть высшие Разные формы Движения материи Давайте на них остановимся Низшая форма Движения материи Какая? Механическая Механическая Пошевелите пальчиками Вот вы пишете Можете специально не шевелить Потому что когда вы пишете Вы Это что же Механическое движение Но это не только механическое Конечно Если вы начнете анализировать Что вы делаете Вы скажете Ваша голова Дает Вашей руке Задание Вот это написать А если человек А если человек это не понимает Он думает А вот она просто корякает Там что-то Коляки-моляки делает На самом деле Почему люди усваивают Когда записывают И все великие Записывали Для себя Почему? Потому что когда Вот просто на меня смотрите И слушаете Это одна степень усвоения Вы ничего Никаких команд Своей голове И руке Не даете Поэтому у вас Там так не запечатлевается А вы раз В это время Делаете какие-то заметочки Я вот наблюдаю Сидят люди Я же ничего никому не говорил Как себя вести В плане того Можете записывать Можете не записывать Можете это предоставить Магнитофону Голову свою делают Совершенно пустую Чтобы она так сидела Тут присутствовала И в этом не участвовала То есть Это ничего не дает А вот если вы Записываете А или делаете конспекты Когда вы делаете конспекты Это вы уже делаете Вы уже Не я говорю Это вы уже говорите Вот то что вы написали Это не я сказал Это вы написали Это вы же написали Я ничего не писал. Я вот только говорю, смотри, там уже появляется там у вас. Но это вы же делаете. Потому что вы выходите за твой предел. Вот вы испортили тетрадку. Она какая была у вас, тетрадка? Чистая. А сейчас чего? Ну. Была белая, а сейчас белая с синим. Еще мятая. Черт-те что. Мятая это черт с ним. Ну белая с синим-то. Ну что вы, теперь вернуть уже невозможно же. Только в макулатуру сдать вашу тетрадку. На самом деле, как у Гегеля определяется определенность. У вас же определенное там что-то пишется. Вот чтобы была какая-то определенность, надо или белое зачернить, или черное забелить. Вот видите, какая хорошая чистая доска. А вот я сейчас букву К напишу. К это означает конфликтология, но товарищи, у которых была идея выбросить старые хорошие доски, черные, на которых можно было писать спокойно мелом. И мел хороший был. Мы это знаем, потому что вот мы с коллегой учились на матмехе. Там была такая двойная доска. Толкнешь, высокие-высокие потолки. А выезжает, приезжает другая сверху. И там спокойно все пишет. Это же невозможно писать. Ну короче говоря, испортил я уже и эту доску. Видите, она уже. Была зеленая, а теперь она забелена. А если бы она была белая, я бы мог черненьким зачернить. Вот это называется определенность все. Определенность это какое-то небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот такое определение. Бытие у нас что? Доска. Бытие. Доска. Вот эта надпись мелом, это ведь не доска. Значит она небытие. Наж на доске, значит принятое в бытие. А конкретное целое какое? Доска. А формально это записывается так. Небытие. Определенность. Это небытие. Принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Кто забудет, откроет науку логики Гегеля. Там все это есть. Небытие принятое. Или скажем, переслушает то, что я говорил, потому что вот это вот у нас записывается. Это вам методический материал для подготовки к зачету. Это появится буквально через неделю, наверное, уже появится в таком ресурсе в YouTube фонд рабочей академии. YouTube фонд рабочей академии. И там лекции все так последовательно будут идти ваши. И все, что вы такое говорили, не то. Это тоже пойдет. То есть получается, что буквы К на доске сейчас это небытие. Это небытие доски. Согласны же? Но это же не доска. Нет. Это небытие. Берем простой пример. Не про доску. В буфете были когда-нибудь? Чай пили когда-нибудь? Сладкий пили когда-нибудь чай. Вот сахар, который в чай, это чай. Значит, что придает определенность этому чаю? Что чай делает сладким? То, что не чай. Согласны? Это небытие чая. Но сахар же не чай. Мало того, некоторые злодеи кидают еще лимон туда. А уж лимон точно не чай. Но это уже туда нагородили. во-первых, не чай, это сахар. Во-вторых, не чай, это лимон. И сидят потом помешивают. Так еще спрашивают, а вы не хотите с этим, с бегемотом, извините, с бергамотом? Бергамот, это чай или не чай? Нет. Еще и бергамот туда. Раз, два, три. И все это не то, не чай. То есть это все небытие. Это определенность. Какая определенность? Ну вот какое небытие, такое и. Не хотите, вот на вас покажу. Вот вы есть, да? У вас ум же есть. Я вижу, что у вас есть. То есть все удачно так выступать. Ум же это не вы. Согласны? У вас ум есть, но нельзя сказать, что вы это ум. Ум это вот то, что входит в вас, так сказать, органично, а не то, что вы, так сказать, вот есть только мозг и все. И больше ничего нет. Ну так же неправильно. То есть даже если мы берем их даже такое понятие, как ум, ясно, что это не весь человек. А ум это его, это не, нет, ум это не человек. Человек тот с умом. А ум без человека это операцию что ли сделали, так сказать, уже вытащили или может в будущем будут, так сказать, давайте. Человек все равно пропал, на него машина наехала. Мы, говорит, это делаем, так сказать, это сохраним. Мозг работает, подключим к нему, он будет, ученым будет. Ну а это ходить, не ходить, там, ну там, то, что надо, снабжать пища, все это мы обеспечим. Уже обсуждает вопрос, там, у нас один товарищ заявил, что хочет, чтобы ему голову пересадили. То есть не голову, если голову оставили, а туловище от другого человека. Ну пока. Это плохо закончилось. А? Ну было такое у Беляева в голове профессора Дома. Нет, это у Беляева. А тут уже на самом деле есть человек, есть фамилия, имя, отчество у него. Инвалид, который не ходит, ничего, у него не действует вообще, организм не действует. И он говорит, давайте мне, все равно это не жизнь. Я хочу пожертвовать собой ради науки. Ну, поживу еще какое-то количество, но уже как человек, уже с того, что у меня двигаются, вот руки, ноги и так далее. и есть итальянский хирург, который рекламирует, что он это сделает. Ну вот рекламирует, но пока ничего не сделал. И есть китайский какой-то человек, который тоже заявил, я хочу пожертвовать. Уже начинается конкуренция между теми, кто хочет пожертвовать. Вы не хотите пожертвовать собой? И я не хочу. Пусть они там пожертвуют, а мы пока будем заниматься. Там особенно надо довести это дело до зачета. Ну, а там уже, вы смотрите. То есть, это тоже ведь, то есть, любая определенность, это, это, это вообще какое-то небытие. Вот у вас там, допустим, кофточка или курточка, или как это называется, рубашка. Вот. Это вы или не вы? Нет. Поэтому, но иногда, если вы в очередь встанете, говорит, я вот за этой бордовой кофточкой. Так вы еще бордовая кофточка? Да нет. Это не я, скажем. Это не я-то человек. А эти, те, которым в очереди, плевать человеку, не человек. Я за черной этой вашей рубашкой стою. И в очереди. То есть, люди это употребляют. Не задумываются. Но чем отличаются философы и логики? Они над этим задумываются. Задумываются и туда фиксируют. Вот мы уже знаем понятие определения. Так, мы с вами говорили, что вот низшая форма развития и движения материи, и самый низкий уровень организации материи, механический. Руками можете? Покатять головой можете? Ну вот вы придете и там к кому? Особенно к неврологам. Они говорят, так, постучат вас по коленке. Это так, так. Ну все хорошо. Это что, какая форма движения материи? Это механическая. А сделайте руки так. То есть, взяли и подняли. И она смотрит, трясутся, они трясутся. Если трясутся, значит механическое движение. Даже если трясутся. Это ей важно, они трясутся или нет, а нам все равно. Важно, что это механическая форма движения материи. За ней идет какая? Физическая. Потому что, потому что, кроме механического движения, и вот есть движение, движение Фи. И в том числе электрических сигналов. Правильно? Снять, пойдете, кто? Придете, вот, пойдите в поликлинику, скажите, нам на философии сказали снять энцефалокрамму. А зачем вам снимать? А чтобы посмотреть, какое у меня электричество. Скажет, идите вы отсюда. Тут у нас люди больные, а вы тут, кто это у вас такой профессор? Гоните его. И так далее. Да? И вот конфликт будет. Так. Что идет за физическая какая форма движения материи? Химическая. Потому что химическая форма движения. Предполагаете, что отдельные элементы друг на встрече другу двигаются. Представляете себе химический процесс? Химическое сродство. И так далее. Причем химия есть неорганическая, есть органическая химия. И это тоже движение материи. У вас там химические процессы идут послезавтра? Мы уже это выясняли. И идет постоянно строение чего? Строение клеток. По строению их. Они получают кислород, пищу, через кровь. И отправляют продукты распаза клеток. И это идет постоянно. Так что мы... Я химический объект. Я могу так сказать. Я хотел про вас сказать. Думаю, это вам не к лицу. А вот про меня я могу сказать. Ладно, я уж потерплю. Я скажу, я объект химический. Можно так сказать? Конечно, можно. А воду пью, пью. Вот. Вы что делаете? Пить собрались? Так это у вас реакция будет же. Химическая. Мы думаете, не знаем. Обязательно будет. И эта вода попадет к вам в кровь. Если она хорошая. Откуда идет хорошая вода-то? Нет? А то вот... Вы читаете вообще то, что пишут там? Нет? Вот я, поскольку я все-таки философ, я читаю. Вот, например, Кока-Кола. Написано. Очищенная вода централизованного источника водоснабжения. Что это значит? Это из-под крана. Да. А что приводят? А приводят концентрат. И это разбавляет этой водопроводной водой и вам продают. Пейте Кока-Кола. А чтобы его покупали, везде наставили шкафы Кока-Кола. Состав химический не говорят. Так вы не знаете. Но Кока мы и без них знаем. Что такое Кока? Кокаин. Ну, и значит, выпили, вам еще хочется. Это почему? Да потому что Кока это наркотик. Пейте еще Кока-Колу. Ну, и картинки таких как. Хорошо. Ну, ладно. Думаю, это не пойдет такое. Зачем нам это надо? Водопроводную воду пить? Я лучше возьму, еще платить деньги. Вот, подставил и пей. Я все время пью водопроводную воду и пока не умер. И я хочу вам сказать, что у нас замечательная вода. Потому что есть такие регионы. Вот я был в Перми. Там действительно плохая вода. Люди болеют. У нас она. Это у нас необыкновенный резервуар пресный. В мире такого нету. Ну, кроме Байкала, конечно. Ладожское озеро. Это как море. Не ездили на валалу. Ну, вот. И вот в этом Ладожском озере столько воды. У нас это проходит мощную очистку через столько песка, что там никаких нету, никаких нету, так сказать, вредных веществ. И все зависит от того, какие у вас трубы. Если у вас трубы сто лет не меняли, по которым идет водопроводный, то, конечно, там может быть вот это. Поэтому, говорит, вам предлагают. Вы купите этот самый очиститель. Тогда у вас все эти бактерии будут скапливаться в этом очистителе. Через некоторое время их там накопится много. И все, что вы пьете, будет проходить через этот бактериальный клубок. И тогда вы с радостью будете пить. То есть ничего хорошего. Они проходят там. Одна, две бактерии, три, может быть. А тут, значит, их много-много-много. Чтобы уж всегда проходило через это вот. Поэтому это не решает проблему. У нас вода хорошая. Пепсикола. Там все, честно, тоже написано, только мелким шрифтом. Потому что вот какие-нибудь бабушки они точно не простут. А вы не будете читать. Я еще буду читать. Выпил, да и пошел. Все написано. Муниципального источника водоснабжения. Очищенная вода муниципального. Все такое муниципальный источник водоснабжения. Это опять. Иногда попадается пепсикола не муниципального источника водоснабжения, а просто из какой-то скважины. Это тогда лучше. Надо читать, смотреть. Ну, а так, в общем. Ну, и бизнес такой. Нам помогают американцы. Они нам привозят, что? Бутылки. А бутылки они привозят вот такие вот пластмассовые. Здесь только их надуть надо. Нагреть и надуть. И все. Бизнес? Пейте воду. Считайте, я рекламу дал. Кока-кола и пепси-кола. Пейте, дети. Будете здоровы. Так. Дальше идет. Химически мы рассмотрели процессы? Биологически. Биологическая форма движения есть? Вот я сразу спрошу. Кого спросить? Девушек не буду спрашивать, обидеться. Вот вы животное или нет? Да. Видишь, он не обижается. А вас спрашивают, как вы разговариваете с нами? Он назвал меня животным. Ужас вообще. Я уже знаю. Лучше это не... Надо как-то так-то... Огонь за вас. А? Огонь за вас. Да. Значит, вот... А вы как, тоже животное? И он животное? И вы животное? Ну, по крайней мере, трое у нас тут животное. И дальше мы уже не идем за эти границы. Я тоже. Я тоже животное. Вот нас четверо уже животных. Остальных молчил. А остальные, возможно, растения. Они как былинки. То с рябиной их сравнивать. То с тем, то с тем. А мы просто животные с вами. То есть более высокий уровень. Поэтому вроде как мы были в проигрыше, а сейчас вроде бы как мы и в выигрыше. Вам не захотелось уже в нашей компании? В животное. А вы сами говорили, что вы животное. Вы к нам ближе всех. Вот она. Другие помалкивают еще. Не хотят говорить, что они животные. Скрывают. Ну и мы не заставляем. А какие мы животные? Ну, животные с чем отличаются? Они, во-первых, они как живые. Как живые. Они обязательно... Жизнь – это способ существования белковых тел. Они обязательно потребляют какие-то белки. А поскольку животные сами они их не вырабатывают. Потребляют белки и строят свой белок и ненужные выбрасывают из организма. Это вещества, которые регулируются самим белком. Не такой обмен, который кто-то регулирует, извини, а сам белок. Животный белок человека регулирует этот обмен. Так что мы как животные сейчас пойдем, перерыв покушаем. А россияне пусть идут на улицу, ведь на солнышке встанут. И пусть они вырабатывают. В хлорофиловых зернах вырабатывают белки. Ну и дальше, а дальше уже мы идем. Какая форма движения материи? Социальная. Высшая форма движения материи. Нам уже объяснили, причем из рядов самих студентов. И сразу, что общество – это люди вместе с их общественными отношениями. Это высшая социальная форма движения материи. Сейчас мы проверим, как усвоено это. Давайте я вас спрошу. Скажите, пожалуйста, у вас сущность какая? Человеческая. Человеческая. Да это понятно, что она у вас человеческая. Но поскольку мы тут еще определяем, что такое человек. Вот вы животные, да? Нет, вы не животные. Или животные как? А сущность у вас животные? Нет. Нет, видите, как у нее хитро. То есть она животные, а сущность у нее не животные. Это приятно иметь дело с таким человеком. А какая у вас сущность? Социальная. Вот. Молодец. Молодец. Красота. То есть сущность человека. Вот Маркс до этого не сразу додумался, она сразу. В общем, вы можете уже идти вперед и обгонять этих классиков. Сущность человека в общественных отношениях. И долго до этого человечества доходило. А у нас конфликтологи, они вместо того, чтобы драться там, как некоторые собирались мы с вами там конфликтовать. Они поняли, в чем сущность человека. И это она и для вас тоже верно. А у вас тоже ведь сущность общественная, правильно? Так если у нас, а у меня и у меня вообще есть, так у нас одна сущность. Как мы можем конфликтовать-то с вами, дорогой товарищ? Ну, как-то же конфликтует. А вот как-то это конфликтует, значит, сущность человеческая, но, возможно, у нас разное положение в обществе. У нас действительно разное. Вы не заметили, что я вот, я вот буду вам зачет ставить, а вы будете за вот зачет сдавать. Вот на зачете кто выше, вы или я? Вы. Не. Это у вас такой формальный подход, не бессодержательный. Вы что будете делать на зачете? Вы же будете там излагать, истину давать. А я что буду? Буду оценивать. Да, оценивать. Я потребителем буду. Вот как вы сейчас? Вы сейчас сидите и слушайте. Ну и что, что? Ну вы сидите и слушайте, а я? А я сейчас излагаю, излагаю. Сейчас я главный, да? Я излагаю. А вы на экзамене, вы будете излагать, а я буду сидеть и слушать. Чего они там такое говорят? Сейчас нам что-то новое, а мы будем излагать уже ваше. Почему? Это кто вас заставляет, только мое. Вы можете глубже меня пойти. Я вас ограничиваю, что ли? Ограничиваю. Так вы выходите за эту границу. Мы же говорили, зачем? Это в свой предел. Или скажите больше, чем я сказал. Я что говорю, что вы? Так вы не вздумайте сказать что-нибудь такое, что я не сказал. Я такое вам говорил? Нет. Сейчас будете меня обвинять, я вам строго ограничил. Так и граница все равно это то, что соединяет и разделяет два нечто. Вы выйдете за эту границу. То есть выяснили мы, что сущность общественная у всех людей, у каждого человека. Другое дело, что люди имеют разное положение в общей. Делится. А как называется деление по положению в производстве? Деление на большие группы по положению в производстве. Стартификация? Это правильно, но на иностранном языке. Это я, как я про вас скажу, что вы вумен. Или герл. Ну и... Это вроде как и правильно, но вы удивитесь, что такое случилось-то. Что, девушка плохо что ли? Смонсел говорит, не красиво что ли? Красиво. Нет, понимаешь. Тут у нас сидела одна гел. А? Класс. Класс, да, класс. Так страты это просто иностранное слово. Страты. То есть, а классы что предполагается? Идет классификация людей всяких. Мы же животные с вами. Ну и высшеразумные животные тоже классифицируются. Ну скажу, возьмите вы обычные животные, их же классифицируют. Так, есть парнокопытные, млекопитающие. Вы млекопитающие? Да. Ну вот, вы относитесь. Но не парнокопытные. А черти точно парнокопытные. А у них рога есть и копыта. Мы к чертям не относимся. Мы возвышаемся над ними. Поэтому, а растения разве не классифицируются там? Всякие сорта растений, виды растений, правильно? И есть там определитель растений. То есть, все это расписано в соответствии в ботанике. Поэтому, когда речь идет об обществе, тут тоже идет классификация. И вот эти большие классы, это такие группы, которые отличаются. Большие группы, они мелкие. Если стоят три человека у метро, это не значит, что это класс. Даже если у них разное положение. И мы, если будем на экзамене, все равно это надо взять. Всех преподавателей все равно класса не будет. Это еще будет интеллигенция, правильно? И то не вся. Потому что интеллигенция будет творческая еще. Не то, сугубо научная, не преподавательская, в ней сидят. Есть служащие, которые работают бухгалтерами или людьми, которые инспекторами, которые выполняют умственный труд. Но они все попадают в слой интеллигенции. Положение в производстве такое. Они непосредственно ничего не создают материального. А в духовной сфере они что-то создают, духовное. А в материальных, те, кто занимается производством, делятся на бывавляющие классы. Есть рабочий класс у нас сейчас и собственники средств производства. Как называются собственники средств производства? Какой класс? Буржуазия. Какой у нас класс господствующий? Буржуазия господствует. Какой у нас университет? А государство сейчас какое? Буржуазное? Почему это наверное? Не наверное, а наверняка. Государственное, буржуазное государство. А я кто такой? Я поставлен буржуазии, чтобы вы не проскочили, если не выучите чего-нибудь. Диктатуру буржуазии кто осуществляет в университете? Непосредственно. Мы осуществляем. А не будете знать? Не поставлю зачет и вас уволят, выгонят отсюда. Вы хотели, чтобы мы дошли до этого? Вы с самого начала поставили вопрос, вы уже дошли до этого. Я уже угрожаю вам. А вы не боитесь. Это исключительное просто нахальство. Я ему просто угрожаю, а он никак не реагирует. Потому что он высший, а то он понимает, что это что? Это методический материал. Не более того. А не конфликт. Понятно, да? То есть вот мы добрались до высшей общественной формы движения. И вот эта высшая общественная форма движения включает в себя все... Ну, не целиком, конечно, потому что небесная механика занимается всеми планетами. Но планеты мы себя включаем только когда на них смотрим. То есть у нас только на зритель, на зрачке, на сетчатке они отражаются. А так уж сказать, что во мне планеты сидят, ну, это будет чрезмерно. Ну, проглотить кусочек от метеорита, это вы можете. Ничего такого страшного не будет. Там отломайте от него кусок и проглотите. И будете сказать, а во мне находятся элементы Вселенной. Ну, вы можете обычный песок проглотить, потому что это тоже элементы Вселенной. Потому что песок это во Вселенной находится. Ничем они не отличаются там, когда прилетит метеорит. Ну, там бывает железо, бывают куски льда, но лед весь при приземлении испаряется. И остаются там разные элементы, невредные, в том числе для организма. Так что если найдете, там вот с кусачками подходите, и надолго в организме это не задержится. Но зато, можно сказать, я вот вмещаю Вселенную. Ну, не всю. Ну, всю, конечно, я не могу вместить. Ну, вот мы с вами и рассмотрели первую тему, которая называется у нас «Социальная форма движения материи». По виду я, как бы, название этой вот темы, как бы, это все включает. А говорили мы не только о том, во что все включается, а и о том, что включается. «Социальная форма движения материи». Вопрос есть? Нету. Ну, все, спасибо. Спасибо. До свидания, до следующей недели.